В Краснодарском крае поставили новый рекорд – 14 миллионов тонн урожай этого года. А в Сочи обсудили, как защитить лесопарки. Мэр города встретился с представителями общественных экологических организаций. Строил два года, а снес за сутки. В Сочи завершается демонтаж очередного многоквартирного самостроя. Нет снега – не значит, что нет и лыж. Сочинцы заняли все призовые места на первенстве края по лыжероллерам. 14 миллионов тонн – такой результат кубанских аграрий в этом году. Это новый рекорд. Зерновые бобовые рис в Краснодаре наградили наиболее отличившихся сельхозпроизводителей. Праздник урожая прошел в краевой столице. Комбайнеры, трактористы, селекционеры, руководители аграрных предприятий. Лучших работников в отрасли наградили и поздравили с праздником полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Кубани Вениамин Кондратьев, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. Краснодарский край – признанный и неизменный лидер в сельскохозяйственном производстве. В регионе накоплен лучший в России опыт научного обеспечения, технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, подготовки кадров для отрасли. В крае – аграрная сфера, не просто хозяйственный сектор, а уклад жизни миллионов людей, традиции, культура. Главный результат этого года – 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, риса, кубанская земля, щадрая, урожайная. Но все возможно благодаря только вашему упорному труду. Низкий вам за это поклон. Кубань вновь подтвердила высокий статус гаранта продовольственной безопасности нашей страны, житницы нашей великой России. Кубанские хлеборобы первыми завершили уборку в стране и собрали более 11 миллионов тонн пшеницы и ячменя. Это исторический рекорд. Хвала рукам, что пахнут хлебом. Спасибо вам, дорогие наши хлеборобы. Всего наградили больше 70 работников отрасли. Пятерым комбайнером, чемпионом жатвы вручили ключи от автомобилей. Они намолотили больше 17 тысяч тонн зерна и риса. После награждения перед гостями выступили лучшие творческие коллективы Кубани. Торжества были и на улице. В Куренях можно было попробовать кубанский борщ, послушать казачьи песни и купить продукцию местных производителей. А в Сочи обсудили вопросы сохранения природного и историко-культурного наследия. Алексей Копайгородский встретился с представителями нескольких общественных организаций. Экологического совета при главе города, комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания, экологического движения СГУ и общественного экологического совета. Одна из задач национального проекта – это экологическое преобразование городов, модернизация инфраструктуры, озеленение и восстановление природных экосистем, борьба с затоплениями. Эксперты экологического совета при главе Сочи обозначили свои направления работы, а также вопросы, решить которые можно с помощью администрации. Например, создание карантинных зон и питомников для ввозимых в Сочи растений. Они позволят саженцам адаптироваться к микроклимату и снизить риски заражения. Важно также и сохранить зеленый каркас городской территории. В Сочи – 13 лесопарков, которые нужно уберечь от застройки. Алексей Копайгородский поручил включить экспертов в рабочую группу по созданию сети особо охраняемых природных территорий курорта. Создание комфортных условий для отдыха, в том числе семейного, и занятий спортом в парках – одна из важных задач. Поэтому нужна карта территории предполагаемых парков, отметил глава города. Поэтому вот предлагайте, говорите, где что надо сделать, какую площадку, где подсветку, где там те же дорожки, пешеходные, беговые. То есть это такая культура зелени, культура спорта, культура развития, время провождения мамы с детьми. То есть вот эта вся такая семейная, культурная, правильная, психологически настроенная компания даст серьезнейший результат. Эксперты обсудили также ход реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами и студенческое экологическое движение, в рамках которого проводятся мероприятия по экологическому просвещению, очистка парков, скверов и побережья, изучение современных технологий энергосбережения. Мэр рекомендовал усилить работу по анализу состояния сочинских рек, поскольку это напрямую связано с сохранением пляжной полосы. Помимо этого, экологический совет активно занимается работой по сохранению историко-культурного наследия. Она ведется по двум направлениям. В первую очередь это проект «Золотое кольцо Басборского царства», который стал обладателем премии «Хрустальный компас». В ее рамках разработана программа «Ампсолида Сочи-2035». Она позволит привлечь интерес туристов к наследию Сочи как античного города. Другое направление работы касается сада-музея дереводружбы. Там будет создана площадка для реализации межгосударственных культурных программ. Саду необходим статус особо охраняемой природной территории. Проект был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Алексей Копайгородский отметил, что все задачи являются важными и требуют комплексного подхода в работе экспертов, законодательной и исполнительной властей. Мэр дал поручение разработать дорожную карту по каждому из них и регулярно обсуждать ход работы на совместных совещаниях. В Сочи еще на один самострой стало меньше. Незаконный объект хозяин дома строил два года, а снес за сутки. Выполнение решения суда сегодня проконтролировали судебные приставы и сотрудники городского управления земельного контроля. Вот так выглядело строение еще вчера. Двухэтажное здание, говорит хозяин, он строил для себя. Продажа квартир здесь не предполагалась. И тем не менее, сочинец нарушил закон. Дом, причем капитальный, с признаками многоквартирного, он построил на садовом земельном участке. Самовольную постройку администрация города обнаружила на начальной стадии в 2017 году. В суд было подано исковое заявление. В 2018 объект был признан самовольным, подлежащим сносу. Все это время на самострой были наложены обеспечительные меры. То есть хозяин не мог распоряжаться объектом недвижимости, земельным участком и, соответственно, продавать имущество. Более того, суд постановил, если застройщик добровольно не демонтирует строение, администрация вправе привлечь стороннюю организацию для сноса. В застройщик длительное время судебное постановление не исполнял, объект не сносился. В связи с чем администрации была найдена подрядная организация, готова сшить снос этого объекта с последующим взысканием денежных средств, понесенных на снос, с застройщика. Более того, администрация могла подать иск об изъятии земельного участка и продажу вас публичных торгов также с последующим сносом. Застройщик, понимая, какие убытки его предстоят, решил самостоятельно, не дожидаясь захода подрядной организации, изъятия земельного участка, самостоятельно сшить снос, Что мы сейчас и с вами и наблюдаем. Когда неотвратимость наказания, что не только снесется объект, но могут потерять, в том числе и земельный участок. Для всех это будет предупреждением и впредь пресекаться, будет самовольно строиться только так. Конструкции здания снесены. Хозяину объекта остается вывести строительный мусор. После этого расчищенный участок снова проверят судебные приставы, чтобы уже окончательно закрыть судебное дело. С 28 октября в России запрещено использовать легкие беспилотники без учетных номеров. Правила регистрации вступили в силу 27 сентября. С этого дня любые беспилотные аппараты – профессиональные, игрушечные и самодельные массой от 250 граммов до 30 килограммов – необходимо поставить на учет в Росавиации. Владельцам предлагалось в течение месяца отправить в ведомство заявление с контактами и данными коптера. Как пояснили российской газете, учет ввели для того, чтобы мотивировать людей внимательнее управлять аппаратами. Теперь в случае крушения можно сразу установить имя хозяина. Это необходимо, когда падающий дрон, например, причиняет ущерб автомобилю или повреждает линии электропередачи. Отправить заявление можно только почтой. Позже владельцы смогут это сделать через портал учета беспилотных воздушных судов и единый портал госуслуг. В Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем уточнили, что полицейские, конечно, не станут гоняться за каждым мальчиком с коптером. Но если аппарат запускают в общественном месте, страж порядка теперь вполне может поинтересоваться учетным номером и проверить его действительность. Нет номера – придется заплатить штраф. Провести ревизию всех земельных участков Мамайки. Такое поручение дал мэр Соч Алексей Копайгородский после обхода этого микрорайона. Глава города встретился с жильцами высоток, которые возводил концерн «Вант» и оценил, как ремонтируют подпорную стену в детском саду номер 80. На что обратил внимание актив микрорайона во время встречи с градоначальником – об этом в следующем материале. Дети – малыши и школьники. Малыши когда бегут и падают, и коленки сбивают. Травмы в детском саду номер 80 дети получают из-за поврежденного покрытия, рассказывают воспитатели. Более 20 лет его не ремонтировали. Глава города поручил найти средства и полностью заасфальтировать территорию дошкольного учреждения. На будущее и строители, и дорожники, когда мы заходим на социальный объект, и когда мы строим хотя бы что-то, мы же заранее видим здесь, это единственный детский садик, и можно было продумать, чтобы параллельно здесь и заасфальтировали. Поэтому на будущее, когда мы берем социальный объект, учитывать все необходимые важные элементы, начиная от дороги, начиная от покрытия, по какому покрытию ходят наши дети. Как воздух этому детскому саду нужна и пристройка. Предварительная перепись населения, которая проходила в августе, показала – на Мамайке живет почти 40 тысяч человек. А этот объект строили в советское время с расчетом на численность населения микрорайона в те годы не более 9 тысяч. Переполнено, потому что это единственное образовательное учреждение, еще раз повторюсь, на Мамайке. То есть место есть здесь. Значит, обследуйте весь район. Если мы видим, что земли нет, то надо посмотреть, насколько здесь может поместиться наша типовая пристройка к детскому саду. На подготовку данных по строительству пристройки к детскому саду мэр дал две недели. А вот санитарное состояние Мамайки требует срочного внимания. В неприглядном виде контейнерной площадки, мусор вдоль заборов. Деревья около пешеходных зон давно пора кронировать. Изменения произойдут в ближайшее время и на верхнем участке набережной реки Псахе. Сначала местные жители здесь проведут субботник, а затем к работе приступят дизайнеры и проектировщики. После этого будет разработан план-график благоустройства еще одного километра прогулочной зоны в микрорайоне Мамайка. Есть вопросы у городских властей и к собственникам некоторых территорий. Например, участка бывшего санатория «Фазотрон». Еще один большой жилой комплекс без социальной инфраструктуры администрация города не допустит, подчеркнул Алексей Копайгородский. Все застройщики теперь должны участвовать в возведении новых школ, детских садов, больниц и поликлиник. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 29 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 18, 20 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 19. Продолжаем. В России планируют переименовать плацкартные вагоны. Называть их по-новому будут уже с января. Федеральная пассажирская компания планирует называть вагоны эконом и бюджет. Новые названия появятся на сайте уже в январе, пока интерфейс еще разрабатывают. При этом генеральный директор ФПК Петр Иванов отметил, что понятие плацкарт и купе уберут не сразу. Для этого потребуется время. Сейчас существует слишком много документов, в которых используют старые названия. Из-за этого на адаптацию уйдет много времени, но компания намерена все же избавиться от существующих названий. Напомню, сейчас в поездах есть вагоны плацкарт, купе, СВ, люксы с местами для сидения. В России планируют ввести оплату проезда пустыми бутылками и банками. Министерство транспорта России обсуждает с РЖД вопрос об установке на железнодорожных платформах и станциях метро автоматов для сдачи стеклянных и пластиковых бутылок, а также алюминиевых банок. Такие устройства называются фандоматами. В обмен на сдачу тары пассажиры будут получать деньги на транспортные карты или баллы на оплату парковки. Проект заимствован у Европы. Итак, власти Рима в этом году запустили сбор пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты в метро. Минтрансы и Минприроды, сообщает ТАСС, подтвердили заинтересованность в этом вопросе и прорабатывают возможность устанавливать фандоматы на станциях. Пока что речь идет о станциях РЖД, а также Московском, Петербургском и Нижегородском метро. В Сочи появится музей морского мусора. Молодежная экологическая акция «Мы за чистоту морей» пройдет в рамках празднования Международного дня Черного моря. Она состоится 30 и 31 октября на территории эколого-биологического центра. Тогда же состоится и торжественное открытие музея морского мусора. В ближайшие два года запланирована серия молодежных экологических акций по мониторингу состояния береговой зоны в соответствии с международными методиками. Напомню, что воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи разработали методику обнаружения загрязнений по спутниковым данным. В Сочи выявили студентов, знающих свои права и обязанности. Сегодня на курорте прошел городской этап краевого правового квеста под названием «Сила права». Впервые он был проведен в мае этого года в Краснодаре, затем на форуме «Регион 93». Участниками квеста были команда Совета молодых депутатов Краснодарского края и команды юридических факультетов ведущих вузов Краснодарского края. А сегодня свои знания в правовой сфере продемонстрировали сочинские студенты. Кто лучше, узнаем из следующего сюжета. За звание лучших студентов среднепрофессионального образования, знающих все о правах и обязанностях, боролись пять команд. А площадкой для правового квеста стал парк «Ривьера». Задача участников за минимальное время пройти 10 станций. На них студенты писали правовой диктант, отвечали на вопросы о государстве, суде, правах человека, вспоминали календарь правовых и общественно-политических дат и разгадывали кроссворды. При этом пользоваться любыми подсказками было запрещено. Сейчас молодежь больше нацелена на какой-то тренд современной технологии. Но именно знать право и применять его – это тоже тренд. Потому что современный человек, он должен быть образован во всех сферах, в том числе и в юриспруденции права. Правовой квест впервые прошел в мае в Краснодаре, в Сочи. Организаторами выступили Совет молодых депутатов при городском собрании Сочи совместно с Государственным юридическим бюро Краснодарского края и Управлением молодежной политики города Сочи. Это уже не первое совместное мероприятие. У нас уже проводятся совместные приемы, открытые уроки. И вот теперь пришло время вот такого молодежного квеста. И цель – это повышение правовой культуры нашей молодежи и, конечно же, повышение правовой грамотности. Мы хотим побудить нашу молодежь к тому, чтобы они самостоятельно изучали право и в дальнейшем были ответственными гражданами своего города. По результатам правового квеста были определены три победителя. Кубок и диплом за третье место получила команда Кубанского юридического колледжа. Второе место у студентов Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. Лучшей командой стала исполнительная власть Сочинского финансово-юридического колледжа. Эмоции просто меня зашкаливают. Я в шоке. Я очень рада, что я здесь побывала. Я к квесту не готовилась, так как я учитель судебницы. Думаю, этот квест был мне полезен. И я советую всем посещать такие мероприятия, потому что они учатся чему-то полезному всегда. И я просто, я не знаю, у меня эмоции переполняют такого результата. Мы не ожидали, но мы старались. Команды-победительницы правового квеста примут участие в финальных состязаниях. Они пройдут в Краснодаре в ближайшее время. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские спортсмены заняли все призовые места на первенстве Краснодарского края по лыжероллерам. Соревнования проходили на трассе лыжного двоеборья Югспорта. На улице почти лето, поэтому о снеге мечтать не приходится. Соревнуются спортсмены на асфальте. Первенство Краснодарского края по лыжным гонкам, в данном случае лыжероллерам, прошло в двух категориях – среди юношей и девушек от 9 до 15 лет. На старт вышли полсотни спортсменов. Ребята соревновались в спринте на дистанции 150 метров и раздельном старте на дистанции 4 километра. Все призовые места достались сочинцам. Тем не менее, отметили в судейской бригаде, выиграли даже те, кто оказался в конце списка. Детей мастерство оценивать сложно. Тут скорее больше оценивается работа тренеров. Но в принципе, в целом, дети бегут, дети занимаются, дети должны принимать участие в таких соревнованиях. Не от независимости. Хороший результат, плохой результат. Это результат, это бесценный опыт, который они не смогут приобрести ни на каких тренировках. Набираться опыта молодые сочинские спортсмены могут и в качестве зрителей. Напомню, в сентябре в Сочи прошел финал Кубка России по лыжероллерам. Тогда спортсменам пришлось покорять гору Ахун. Трасса на подъем составила 7 километров. Сочинские спортсмены привезли три серебра с первенства и чемпионата Краснодарского края по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Геленджике. Подробности у Татьяны Говорковой. Отмечаться мы уже поняли. Отмечаться вот здесь. Вне зависимости от того, какой номер. Как правильно отмечать свою карту на контрольных пунктах, ориентироваться на местности и быстро проходить дистанцию. Этому учат на базе первой спортшколы и сочинского центра туризма. Бесплатные тренировки по спортивному ориентированию проходят и на стадионе 15-й гимназии. Эта школа уже не раз становилась площадкой для проведения соревнований. Существует спортивная карта, на которой ежегодно порядка полутора тысяч участников участвуют в всемирном дне ориентирования. То есть масштаб мировой в буквальном смысле. То есть в этот день стартует не только вся Россия, но и весь мир. И в том числе наши школьники. Каждый класс выходит со своим учителем на этот праздник спорта и участвует в этом мероприятии. Каждый из ребят получает диплом памятный, диплом участника. И в каждом классе мы награждаем лидеров. То есть те ребята, которые справились лучше всего. Приняв участие во Всероссийском дне спортивного ориентирования в прошлом году, ученик 15-й гимназии Костя Спасенов решил заниматься этим видом спорта и стал ходить на тренировки. За год добился отличного результата. Костя, я тебя поздравляю. Твоим серебром, заслуженным серебром. Надеюсь, что в следующий раз ты получишь золото. Молодец. Костя стал одним из лучших в младшей группе по итогам первенства Краснодарского края, которое прошло в Геленджике и получил серебряную медаль. В моей группе М11 было 48 человек. Я выбежал на 21-й минуте, там по минутам. И побежал. Я прибежал на финиш. Мне дали сплит. И там было написано, что я был второй. Почувствовав вкус победы, Костя теперь хочет попасть в состав сборной Краснодарского края, выступать на всероссийских соревнованиях. Такие же цели и у Лизы Шаблей. Она тоже стала серебряным придером первенства Краснодарского края. Когда стартовали, было очень страшно, потому что очень много было соперников. Мы ориентировались в лесу по картам. У нас было 7 или 8 контрольных пунктов. Было одновременно и сложно, и весело, и все эмоции смешиваются. Моя цель – поучаствовать в интереснейших соревнованиях, выйти на краевые, на всероссийские соревнования. Я хочу продолжать заниматься этим спортом. Еще одно серебро в копилку команды по результатам чемпионата Краснодарского края по спортивному ориентированию принесла мастер спорта Наталья Диченко. Она занимается ориентированием уже 20 лет и за это время завоевала порядка 300 медалей разного достоинства. Сейчас Наталья готовит ребят к финальным краевым стартам. Они пройдут с 8 по 10 ноября в Сочи. По их итогам будет определена сборная команда Краснодарского края. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok